Девушки отдыхают 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 там есть психологи. Все это можно решить. Нет, а что решить, я никак не могу понять. Я хочу, чтобы его вернули в обыкновенную общеобразовательную. Я вам задаю вопрос. Вот вашего ребенка возвращают в школу. Он попадает в недружественную обстановку. Вы как предполагаете, что у вас дальше ребенок будет продолжать... А что, надо, чтобы он учился среди дебилов? Нет, ну почему? Вы можете забрать его из этой школы и перевести в другую. Ваша честь, я пыталась это сделать. У нас школа маленькая, у нас город маленький. Всего 9 школ на весь город. Я его водила во все остальные школы, везде получила отказ. Ответчик, будьте добры, пожалуйста. Когда школа предъявляла исковые требования о возмещении ущерба, почему вам было отказано в иске? Ну, я вновь назначенный руководитель этой школы. Подробности не... Да, пожалуйста, давайте. В тот день, когда действительно был поджог совершен Матвеем, во-первых, это была вторая половина дня педагогического персонала. Было уже в школе мало. И предыдущий директор, который был на руководящей должности, не мог рисковать несколькими человеками, тушая эту конструкцию. Конструкция довольно-таки из облегченных форм была сделана, поэтому огнем было охвачено быстро это помещение. Что поразило педагогов, которые наблюдали за всем происходящим, то, что ребенок, совершив поджог, стоял и наслаждался этим зрелищем. Ну, то, что он наслаждался, это неизвестно. Ваши педагоги тоже стояли и тоже смотрели. И неизвестно, наслаждались они или нет. Педагоги не имели возможности устранить пожар. То есть, а ваш ребенок даже не побоялся ответственности. Он не постеснялся. То есть, он не испугался ничего. Ему было все равно, стоят ли взрослые, что произошло. Удивительные выводы насчет Матвея. Удивительные выводы. Но, тем не менее, заключение подтверждает мои слова, а не ваши. Все равно я считаю, что ему не место в школе для психически нездоровых детей. Опять, перевод был осуществлен. Тогда давайте так. Истец заявил исковые требования об отмене решений, по которым ребенок был отчислен из школы. Что по этой части вы можете сказать? Мы не можем удовлетворить ее просьбу. Потому что я считаю, что мы подвергаем основную массу всех воспитанников, учеников, то есть, большому риску. В первую очередь, у нас важна безопасность. В то учреждение, куда переведен ребенок, та школа является коррекционной. Школа дебилов. Неправда. Что неправда? Там просто облегченная программа. И если у вас ребенок такой замечательный, он вполне освоит, и вы можете дополнительными заначами разбить его в любом направлении. Как может ребенок в шестом классе изучать программу третьего класса? Если у него есть победы по олимпиадам, по математике, по биологии. А там дети в этом возрасте элементарно даже считать не умеют. Что он будет делать в этой школе? Неправда. Откуда у вас эта информация? Придите и посмотрите все уставные документы в той школе. Я смотрела, какие там дети, я видела, какие дети окружают моего сына. Хорошо, отвечу. Я хотела бы уточнить. Давайте по регламенту все-таки. Для того, чтобы ребенка отчистить из школы, чье согласие нужно? На основании медико-педагогической экспертизы, которая была дана, вот уже представлена сейчас вам в документальном виде, мы сделали этот, это заключение. Отвечу. Подождите, естественно, еще раз вам задаю вопрос. Ну, можно я сейчас до конца-то говорю? То есть в школу, куда переведен Матвей, вновь, то есть он поступил, в той школе 10 человек в классе, и каждый классный руководитель... Мы с вами сейчас не об этом говорим. Мы говорим с вами о соблюдении регламента формальности, которое предусмотрено действующим законодательством. Третий раз вам задаю. Для того, чтобы отчистить ребенка из школы, чье согласие необходимо получить. На основании была вот экспертиза, согласие мамы, и плюс еще... Согласие, подожди секундочку, согласие мамы на что? На перевод ребенка в другую школу. Покажите мне согласие. Это согласие у... У вас есть такое согласие? Да, ваша честь, это не согласие. Это выбитые шантажем и угрозами совершенно... Я не знаю, как получена эта бумага. Вы знаете, как это все произошло? Я вам расскажу, ваша честь. Нет, не надо мне рассказывать. О чем у вас бумага? Бумага о том, что я даю согласие на отчисление ребенка из школы. Но они, когда мне подсовывали эту бумажку, вы мне что сказали? Вы сказали, что там якобы я не имею претензий к школе. И я подписала. А потом, когда я вынесла... Последним пунктом действительно есть такой пункт. Правильно. А потом юристами... Ну, а сначала с вами была проведена просветительная работа. Давайте я договорю. Давайте я договорю. Истец, 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 мне, пожалуйста, бумажечку через судебного пристава передайте. То есть согласие было вами получено. Оно было выбито. Шантажем... Подождите, подождите, подождите. Вы потом обнаружили, и вы пришли обратно в школу и написали заявление, что прошу ранее поданное заявление считать недействительным. Где оно? Давайте. Когда мне юристы объяснили, что все это было незаконно, и что если бы я не подписала согласие, то Матвей остался бы прекрасно учиться в своем классе, Естественно, я попросила, чтобы все вернули назад. Извините, вы как на меня кричали? Вы давили на меня? Неправда. Истец, 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 у меня к вам вопрос. Да. Но если... Даже если вы ставите под сомнение результаты экспертизы, но психиатры пришли к определенному выводу. И я говорю, я допускаю, да, я употребляю это слово. Допускаем, что ваш шин страдает определенного рода психическим расстройством. И это расстройство может быть связано с тем, что он представляет угрозу как для себя, так и для окружающих. Вот он вернется в эту школу и будет представлять дальнейшую угрозу. Вы как хотите с этим бороться? Вы понимаете, что в этот раз был сарай. А если завтра осуществит поджог школы? Совершенно верно, Ваша честь. А если там, не дай бог, будут человеческие жертвы? Ваша честь, но если так рассматриваться этой позиции, так он и в той школе может это сделать? Ну, это же, извините, тоже как бы не очень веский-то довод. В остальном, ребенок нормальный, он же там совсем деградирует. Он потом во что превратится в таких же детей, которые не умеют считать? В той школе есть корректирующая работа. Я считаю, что вы, как бы все требования закона были вами соблюдены. Да, и у меня есть доказательство. И в данном случае отчисление из школы было правомерным. Я правильно вас поняла? Да, и у меня есть доказательство, что он действительно представлял угрозу. Нет, ответчик, ну, доказательства какие у вас, что он представляет угрозу? Во-первых, у меня вот ряд есть записок докладных, свидетельствует то, что он последний год практически ежемесячно нарушал дисциплину в этом плане. Один только мой сын в школе нарушал дисциплину. У меня есть свидетель, классный руководитель, бывший классный руководитель Матвей, который может подтвердить поведение Матвея за последний год. На основании этого, на основании согласия родителей. Так, ну, хорошо, я готова послушать вашего свидетеля даже для того, что просто, может быть, мы до мамы достучимся, понимаете, в этой ситуации. Так, пригласите, пожалуйста, свидетеля-ответчика. Свидетель-ответчика, войдите. Так, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Горская Ирина Николаевна, я классный руководитель Матвея. Значит, что я могу рассказать? Матвей очень умный мальчик, действительно, он учится хорошо, но почти все свое время классного руководителя я трачу на то, что я слежу за Матвеем. Остальным детям мне просто нет времени. Только вот за этот учебный год я 11 раз писала докладные директору школы о том, что он поджигал мусорные корзины. Мусорные корзины 11 раз. А знаете, как страшно, когда в школе что-то горит. Ну, кто в детстве не баловался? Истец, истец. Ну, пожалуйста, я вас прошу. Мамаш, я всяких видела. Это такие, как вы, очень много. Ну, вы должны услышать. Ну, вы поймите, что это рано или поздно может трагически закончиться и быть для вашего сына в первую очередь. Ну, вы должны услышать то, что сейчас говорят. Спасибо. Петарды. Петарды. Подкладывают петарды детям в рюкзаки. А последний случай вопиющий. Увел класс, весь класс увел на стройку, чтобы показать, как горит мазут в бочке. Мальчик по характеру лидер. Он может повести за собой людей, детей. Он детей увел. Хорошо, я хватилась, думаю, а где Матвей? Там Матвей где? Я же постоянно за ним слежу. Выскакиваю на крыльцо, а у нас стройка рядом. И вижу шестой Б вокруг бочки, в которой мазут, как потом выяснилось. Нет, ну хорошо, тогда скажи. Так это еще не... А взрывные устройства? Подождите, подождите, подождите. Взрывные устройства. Подождите, скажите, пожалуйста, вот такая ситуация. Что есть определенное психическое расстройство. Есть определенная опасность для жизни и здоровья, как самого ребенка, так и окружающего. Но есть еще обстоятельства, при которых он учится сейчас в школе, который тянет его вниз, а не наверх. Ваша честь, я не считаю, что данная школа тянет вниз. Там просто облегченная программа. И все. Там присмотр и уход за учащимися намного выше. Так как 10 человек в классе, а не 25, как в общеобразовательной, что позволяет больше наблюдать за каждым из детей. Но там другая программа. Ну согласитесь со мной, что в любой коррекционной школе другая программа. Другая. И если классный руководитель, и вы этого не отрицаете, говорит о том, что хорошая успеваемость у мальчика, он победитель в Олимпиадах. Ваша честь, если бы родитель встал на нашу сторону, хотя бы год назад, когда мы приглашали периодически на педагогические советы, у нас была проведена корректирующая работа. То есть я была учителем в этой школе. То есть у предыдущего директора была создана комиссия. И мы ежемесячно заседали. То есть именно по этим докладным запискам. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а психолог в школе есть? Психолог есть. Психолог непосредственно работал с ребенком. Мы неоднократно приглашали... Неоднократно работал. Приглашали неоднократно маму, потому что необходима была помощь со стороны родителей. Она уклонялась периодически. Она ни разу не пришла в школу. Да как нам не приходить, если я... Надо бы... Я вам сама звонила и просила в любое время назначить. Ответчик, ответчик, ответчик. Суду понятна позиция сторон. Суд удаляет для принятия решения. Прошу всех встать. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования САВ, дорожение ответчика по заявленным исковым требованиям, приобщив к материалам заключения психолого-психиатрической экспертизы, которое было проведено по решению общеобразовательного учреждения, заслушав свидетеля со стороны ответчика, рассмотрев дело с участием прокурора, заявленные исковые требования удовлетворяя, это и выносят решение об отмене решения общеобразовательного учреждения, которым 12-летний сын истицы был отчислен из общеобразовательной школы. Суд принимает решение обязать общеобразовательное учреждение восстановить 12-летнего сына истицы в общеобразовательной школе. Суд отменяет оспариваемое решение общеобразовательного учреждения, потому что принятое решение не соответствует закону. В соответствии с частью 2 ст. 61 Федерального закона об образовании не допускается досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе общеобразовательной организации, то есть отчисление обучающегося, не достигшего 15-летнего возраста. Досрочное прекращение образовательных отношений, то есть до получения образования с несовершеннолетним, не достигшим возраста 15 лет, возможно только по инициативе родителей обучающихся. Появление психического расстройства у обучающегося также не давало право общеобразовательному учреждению без согласия родителя несовершеннолетнего отчислять его из учебного заведения. В данном случае истица не давала согласия на отчисление ее 12-летнего сына из общеобразовательной школы. Как же не давала? Поэтому решение об отчислении несовершеннолетнего сына истицы из общеобразовательной школы является незаконным и нарушающим права ребенка. При таких обстоятельствах суд отменяет решение и выносит решение об обязании ответчика восстановить сына истицы в общеобразовательной школе. При этом суд хотел бы разъяснить матери ребенка. Суд считает, что в данном общеобразовательном учреждении нет соответствующих специалистов, которые бы могли помочь в коррекции поведения вашего ребенка, и поэтому суд материалы данного гражданского дела передает в органы опеки и попечительства для принятия ими решения, то есть они должны в полном объеме разобраться в данной ситуации, для принятия решения в отношении вас как мамы. То есть насколько вы, как законный представитель своего несовершеннолетнего ребенка, представляя его интересы, действуете прежде всего, то есть ваши действия направлены на защиту прав и интересов самого ребенка, поскольку из позиции, которая была высказана вами в судебном заседании, суд не может согласиться с теми доводами, которые были вами приведены. Поэтому суд передает дело на рассмотрение органов опеки и попечительства, они будут и с вами связываться, и с вами связываться, и уже будут принимать определенного рода решения, как поступать в этой ситуации. И уже, если органы опеки будут представлять, не только вы, но и органы опеки прежде всего будут выступать в интересах защиты интересов ребенка. К моему большому сожалению, так бывает, когда органы опеки представляют интересы в защиту детей от мам, от пап. Понимаете, в чем дело? Ну вот государство их на это уполномочило. То, что вы трактовали как согласие на отчисление ребенка, то есть прекращение того, что у нас по закону называется общеобразовательных отношений. В данном случае суд ориентируется на письменные доказательства, которые были представлены, первоначальные заявления и последующие заявления, где она доводит до вашего сведения, что согласие на отчисление ребенка, то есть досрочное прекращение общеобразовательных отношений, истец не дает. Поэтому вам необходимо было прежде всего при принятии решения ориентироваться именно на второе заявление. И кроме того, вас ничего не ограничивало обратиться точно так же, как и суд сейчас это вынужден сделать в органы опеки и попечительства для оказания соответствующей помощи с их стороны, для того, чтобы разобраться в возникшей ситуации. Естественно, ответчик суд огласил свое решение, дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. Я очень рада, что Матвей вернется в свою родную школу, и Матвей будет очень счастлив увидеть своих одноклассников. И вы знаете, я услышала судью, я постараюсь принять во внимание все ее слова и больше заниматься своим сыном. Очень благодарна, что служба опеки будет теперь в помощь нам. И искренне выражаю надежду на то, что мама услышит и будет в помощь нам в решении данной ситуации. Продолжение следует...